Связь Франции с международным терроризмом обсудим с гостем Дарьей Гривцовой, заместителем директора Института политических исследований. Она на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Итак, появляются все новые подробности расследования теракта в Крокусе и сообщается, что за этим может стоять Франция. Вот если это возможно, с какой целью Франция могла спонсировать такое чудовищное преступление, на ваш взгляд? Ну, сейчас, как мы видим, Франция очень враждебно относится по отношению к России. Очень много было заявлений от Макрона негативных по отношению к Владимиру Путину и, в частности, к той политике, которая проводится в России. И в связи с этим, конечно же, мы видим большое желание Макрона вытеснить Россию с Южного Кавказа. Мы видим сейчас, какая идет борьба за Армению, как они пытаются ее перетянуть на свою сторону, в том же числе и поставляя туда вооружение. Мы видим, как Франция поддерживает Украину, как хочет туда поставлять не только оружие, но уже и мы слышим, что Франция готова туда и своих солдат также поставить, воевать. Поэтому вполне вероятно, что Франция может быть причастна к этому теракту. Сейчас, конечно же, доказательств таких нет, но все равно, пока идет следствие, нам о них никто конкретно и не расскажет. Как мы видим, Макрон, он очень обижен, в том числе и на Путина, прежде всего за Африку и то, что Россия активно ведет себя в Африке и, скажем так, выталкивает оттуда Францию, где она была много лет, скажем так, были ее не у колонии. Сейчас этого нет, и мы видим, как Африка становится свободной. Естественно, Макрону это не нравится. Не нравится Макрону и то, что Россия показывает себя сильной стороной, она выдерживает и санкции экономические, в том числе и на поле боя с Западом на Украине, также не сдается. Поэтому, несмотря на всю поддержку, мы видим у Европейского Союза и больших финансовых влиеваний со стороны США на Украине, все равно Россия пока занимает довольно сильные позиции. Это, конечно же, не нравится лично Макрону, который негативно относится, как я уже сказала, лично к Владимиру Путина и хочет сделать все, чтобы Россия проиграла, чтобы Россия потерпела поражение. В том числе может использовать и такие вот методы. А косвенно нам это также и показывает, что Франция после этого теракта начала активно говорить, что и во Франции тоже возможен теракт, возможны различные провокации во время Олимпийских игр, и надо нам усилить свою защиту. Поэтому, как мы видим, версий много, и Франция также остается в том числе и как сопричастная к этому теракту в Крокусе. Еще существует такое мнение, что не случайно был выбран концертный зал Крокус, принадлежащий бизнесменам азербайджанского происхождения. Возможно, это должно было нанести ущерб отношения между Азербайджаном и Россией и создать раздор на религиозной и национальной почве. Возможно ли такая связь, на ваш взгляд, Дарья? Ну, конечно, можно такое предположить, но все же Крокус, я полагаю, был выбран как наиболее большой и известный концертный зал, где проходили много действительно концертов, спектаклей на очень высоком уровне и большой по вместимости зал. И вот такая массовость как раз была целью для терроризма устроить действительно массовый террор. Плюс он был удобно расположен на кольцевой дороге, с которой можно было бы уехать в совершенно различных направлениях, нежели чем выбираться из центра Москвы. Поэтому, скорее всего, просто логистические особенности и большое количество зрителей и привлекли террористов. А национальное происхождение владельцев все же навряд ли так интересовало тех, кто это делал. Да, ну будем следить за расследованием. Кстати, очевидно, связь Франции с международным терроризмом это не что-то новое, как вы уже отмечали. Власти этой страны уже уличили связи с такой террористической организацией, как ИГИЛ. Террористические акты в Африке имели место. Есть информация, что Франция готовит легион карабахских армянов и пытается отправить их на украинский фронт. Это неподтвержденная информация. Это непосредственно, кстати, несет угрозу России. Если это так, как в России намерены далее противостоять этой угрозе, исходящей от Франции? Если вот причастность к теракту в Крокусе будет доказана и вот эти действия насчет Украины, как, на ваш взгляд, будет действовать в России? Ну, конечно, если это будет доказано, то будут разорваны все дипломатические отношения. И, конечно же, это повлечет тень вообще на всю Францию, в принципе, и в мировом сообществе так же. Но пока у нас нет доказательств, и отношения России и Франции сейчас переживают не лучшие времена. И, как мы видим, сотрудничества у нас так же практически нет ни по каким сферам. Единственное, это может быть частные инициативы людей, которые хотят продолжать общаться, сотрудничать, работать вместе. А на государственном уровне, на политическом уровне стоит очень жесткое противостояние. И как раз-таки Франция очень хочет нанести удар возмездия России за все, что она сделала против Франции. Хотя, естественно, Россия никак не старалась что-то сделать против Франции и французского народа. Она делала, защищая свои интересы и защищая интересы тех, кто просил ее защитить. Поэтому, как мы видим, ситуация действительно сложная. И пока каких-либо перспектив улучшения отношений с Францией и то, как мы видим, сейчас Франция действует на Южном Кавказе, как она настраивает Армению против России, безусловно, заставляет думать, как нам противостоять той угрозе, которую несет Франция, какие есть рычаги у России. И это действительно обсуждается на экспертном и на политическом уровне. Пока это в кулуарах, мы особо каких-то решений конкретных сейчас не видим. Но, может быть, это и не должно быть публично. Рычаги есть. И наверняка сейчас в связи, даже тем более с таким резким обвинением Франции по поддержке терроризма, а именно теракта в Крокусе, могут быть сделаны конкретные шаги, о которых мы услышим в ближайшее время. Да, будем ждать. Большое спасибо, что подключались к нам. Я отмечу, на прямой связи со студией была Дарья Гривцова, заместитель директора Института политических исследований.